Россия и Белоруссия затеяли уборку. Россия и Белоруссия затеяли уборку страны решили, как очищать дружбу от хлорорганики. Коммерсант от 24 мая 2019 года, 1851 Москва и Минск договорились о вариантах очистки белорусской трубопроводной системы от российской нефти с хлорорганикой. По утвержденному плану Россия предстоит на следующей неделе поставить дополнительно 200 тысяч тонн нефти в Белоруссию, а до 10 июня согласовать способ расчета ущерба республике. Также решить вопрос о компенсациях в ближайшие две недели собирается Польша. В российском Минэнерго потребители успокоили, что деньги на возмещение взявшей на себя Минутранснефть есть. Вице-премьер Дмитрий Козак и замглавы украинского правительства Игоря Решенко на встрече 23 мая согласовали план по вытеснению загрязненной хлоридами российской нефти из резервуаров и белорусской части нефтепровода «Дружба». Идет из России через Белоруссию и Украину в Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию. В апреле потребители обнаружили в сырье многократное превышение хлорорганических соединений и остановили прием нефти. Сейчас восстановлены поставки в Белоруссию и на Украину. Как говорится в протоколе заседания, созданная в середине мая рабочая группа до 29 мая должна согласовать поставку в Белоруссию дополнительных объемов нефти до 200 тысяч тонн. Помимо этого Россия и Белоруссия договорились до 10 июня утвердить методику оценки потенциального ущерба от попадания в систему некачественной нефти. При этом чуть ранее, 3 июня, в ходе переговоров решить вопрос о компенсации за поставки некондиционного сырья планирует Польша. Фигурант дела о загрязненной нефти Роман Трушев о своей версии событий. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в пятницу заявил, что оценка потери за поступление грязной нефти в трубопровод «Дружба» будет завершена в течение месяца. По его словам, вопрос преодоления последствий чрезвычайное происшествие с «Дружбой» перешел в техническую плоскость. Министр уверен, что у транснефти есть все необходимые ресурсы для выплаты компенсации пострадавшим потребителям. «Транснефть – это компания с сильным экономическим состоянием, поэтому у нее ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать за те проблемы, которые были созданы», – заявил он. При этом министр уточнил, что говорить о возможном пересмотре дивидендов в компанию очень преждевременно. Ольга Мардюшенко. Белоруссия надеется на поставки нефти из Казахстана. Накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть в трубопроводе «Дружба» Белоруссия подняла вопрос о закупках сырья в Казахстане. Такие поставки технически возможны, хотя менее выгодны для Минска, чем беспошлиная российская нефть. Привлекательность альтернативных источников будет расти из-за налогового маневра в РФ. Но пока, по данным «Твердый знак», казахстанские компании не проявляют энтузиазма в отношении поставок в Белоруссию. По мнению экспертов, Минск публично подчеркивает наличие альтернатив в первую очередь для усиления позиций в переговорах. Читать далее.